Если вы покупаете в интернете, не забывайте пользоваться кэшбэк, экономьте на своих покупках. Тема действительно работает. Инструкция в описании. Всем привет, с вами я Андрей Ковтун и рад вас видеть на нашем канале AndroNews. Все мы знаем о том, что компания Lenovo забьела на свое мобильное подразделение, дав в воздух своим суббрендам под названием Motorola и ZOOC. Но если смартфоны под маркой Motorola мы встречаем довольно часто, на прилавках наших магазинов внутри наших стран, то смартфоны марки ZOOC по большей части рассчитаны для внутреннего рынка в Китае. Но мы с вами не ищем легких путей. Нам нужно с вами все эксклюзивное и интересное. В общем, не можем мы жить с вами без этих китайцев. И сегодня я вам расскажу именно о таком смартфоне. Присаживайтесь поудобнее, поехали. ZOOCATCH я пользовался около трех дней и признаюсь, что мне с ним довольно трудно расставаться, несмотря на все его недостатки. Уж больно мне понравился его дизайн и габариты. Первый недостаток при практическом использовании заключается в отсутствии локализированной прошивки. Конечно, я установил габсы и морлокил. Это частично упростило мою жизнь. Но все равно чувство того, что прошивка китайская меня не покидала. Сама по себе оболочка ZUI вполне неплохая. Есть у нее некие сходства с MIUI, но все же они разные. Как я уже говорил в распаковке, шторка быстрого доступа к различным функциям вызывается свайпом из нижней части рабочего стола, а шторка уведомлений с верхнего. Хотелось бы уделить внимание отличной реализации и работе кнопки U-Touch, которая в новинке стала полностью сенсорной и спряталась под стекло. Ее функционал можно настраивать в отдельном пункте меню, в настройках. Сканер отпечатков пальцев работает не хуже, чем на любом современном флагмане. В смартфон встроено множество различных датчиков, которые пригодятся любителям здорового образа жизни. А именно датчик измерения пульса, уровня кислорода в крови, шагомер и измерения ультрафиолетового излучения. Жаль, что базовое приложение только на китайском языке. Для более комфортного использования нужно устанавливать сторонний софт. Технически датчики работают отлично. В сети было много нареканий касательно дисплея. Я же с уверенностью могу сказать, что он вполне неплох. Его максимальной яркости вполне достаточно для того, чтобы пользоваться смартфоном на улице в солнечную погоду. По умолчанию цвета дисплея немного уходят в теплый оттенок, но на это можно обратить внимание только если придираться. Именно для таких пользователей есть готовые пресеты в настройках экрана. В этом плане ситуация в оболочке от звука, в точности как в MIUI. Режим для чтения также есть. В нем вы сможете вручную задать время активации данной функции. Олеофобное покрытие отличное, но если на лицевой панели это плюс, на тыльный минус. Смартфоном нельзя пользоваться без чехла, так как без него девайс сильно скользит и собирает много отпечатков. В целом это наверное проблема всех гаджетов со стеклянным корпусом. Как я уже говорил в распаковке, огромным бонусом стал тот факт, что звук Эдж получил очень узкие рамки лицевой панели, сверху и снизу. За счет этого габариты аппарата можно смело приравнивать к смартфонам с диагональю 5.1-5.2 дюйма. Звук Эдж реально пользуется одной рукой, проверенным мной лично. Как и было мне обещано в распаковке, я проверил ситуацию с лотком. Для тех кто не в теме, без установленных сим-карт он болтается внутри корпуса. Но после того, как я их установил, ситуация изменилась. Радиомодуль в смартфоне 1, сим-карты 2, формата nano. Девайс из коробки поддерживает работу в частотах B1, B3, B7, B8 и B20. В целом к сборке устройства у меня претензий нет. Внешний вид на мой взгляд это самый весомый плюс данного гаджета. Что касается его начинки, аппарат получил топовое железо, а именно процессор Snapdragon 821, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти, тип UFS 2.0 и Low Power DDR4 соответственно. Но это топовая версия, также есть младшая, отличается она только лишь количеством оперативной памяти, 4 гигабайта вместо 6. Как вы видите, в синтетике Звук Эдж не отличается от своих конкурентов. Я считаю, что Snapdragon 821 это лучшее решение для современных флагманов. В тяжелых играх новинка ведет себя вполне уверенно. Ниже 50 кадров просадок не было. Но при этом стеклянный корпус сильно нагревается. Подобную ситуацию мы же встречали в Xiaomi Mi Note 2 и Xiaomi Mi Mix. Троттлинг после получаса игры есть. Снижение производительности приблизительно на 15%. В целом девайс можно смело считать игровым, но для полного комфорта нужно пользоваться чехлом. Касательно камер, на бумаге все довольно плохо, как для флагмана за 400 долларов. Во всяком случае на старте продаж. Основная камера получила модуль на 13 мегапикселей от Samsung со светосилой f2.2. Размером пикселя 1.34 микрометра, 5 линзами и фазовым автофокусом. Оптической стабилизации изображения нет, только цифровая. Фронтальная камера получила модуль на 8 мегапикселей с максимальным значением апертуры f2.2. Интерфейс основной камеры довольно простой. Есть ручные настройки. Авторежим HDR, замедленная съемка с возможностью записи видео с частотой 960 кадров в секунду, панорамная съемка и так далее. Максимальное разрешение записи видео 4К. В Full HD пишет с частотой 25 кадров в секунду. Автофокус при записи видео присутствует. Интерфейс фронтальной камеры ничем особым не выделяется. Есть стандартное украшательство и тут же мы можем измерить свой пульс. Зачем? Непонятно. Максимальное разрешение записи видео на фронталку Full HD. Сравнение дневных фото, полученных на камеры ZOOC Edge и OnePlus 3T, я демонстрировал в распаковке. Те, кому интересно на него посмотреть, идем в подсказке к видео. От себя могу сказать только одно. При хорошем освещении основная камера смартфона ведет себя вполне прилично. К записи видео претензии есть и вряд ли что-то изменится с выходом новых обновлений. Я считаю, что каждый современный флагман должен иметь возможность записи видео с частотой 60 кадров в секунду. Плюс я недоволен работой автофокуса, уже не говоря об отсутствии оптической стабилизации. При недостаточном освещении тут можно сказать паритет. На первом примере больше деталей можно рассмотреть на фото полученного с помощью основной камеры ZOOC. На втором примере с задачей справился немного лучше OnePlus. Фронтальные камеры будто бы вообще одинаковые. Причем они показали себя на одном уровне и при достаточном освещении, и при недостаточном. В общем фотокамеры этих смартфонов на наш взгляд разнятся не особо. А вот по видео явный лидер OnePlus 3T. Теперь я раскрою еще один вопрос, который интересовал наших зрителей. Автономность работы. Многие считают, что это больное место данного гаджета, так как внутрь него спрятан аккумулятор с емкостью 3100 мАч. В батаретесте с разрядом на 80% девайс набрал около 6000 баллов, и это можно сказать стандарт. При непрерывном просмотре видео в YouTube ZOOC Edge проработал более 8 часов. При реальном использовании полного заряда аккумулятора мне хватало на один день. И под конец дня у меня оставалось 10-15%. То есть все зависит от ваших задач и нагрузок на смартфоны. Я бы не сказал, что автономность работы это слабое место данного девайса. Не идеально, но и не критично. Заряжается смартфон до 50% за 38 минут. И за 1 час 40 минут до 100. В плане звука, внешний динамик со своей задачей справляется хорошо. До уровня Nubia Z11, Axon 7 разумеется не дотягивает. Звучит громко, звук чистый, но низких частот нет. В наушниках аппарат показывает себя на уровне OnePlus 3T. Лично я разницы не заметил, в этом плане все отлично. К работе GPS, GLONASS, чувствительности микрофона, разговорному спикеру, приемы сигнала Wi-Fi, претензий нет. Все работает без проблем. Ну что же, давайте подытожим. К первому плюсу я отнесу компактные размеры девайса, если его сравнивать с конкурентами, диагональ дисплея которых составляет те же 5,5 дюймов. Ко второму плюсу наличие различных датчиков. Любителям активного образа жизни эти фишки однозначно понравятся. К третьему, поддержку актуальных для России частот B7, B8 и B20. Больше, учитывая ценник продукта, я ничего к весомым плюсам отнести не могу. Первый минус ZOOC Edge я получил из-за отсутствия локализации. Радоваться смартфонам из коробки будут только китайцы. Нам же приходится плясать с бубном для того, чтобы привести девайс в более-менее божеский вид. Второй минус аппарат получил из-за нагрева корпуса при активном использовании. Также я мог отнести к минусу марки и скользкий корпус. Но давайте будем реалистами. Какой процент покупателей будет пользоваться этим смартфоном без чехла? Теперь я выскажу свое субъективное мнение касательно этого смартфона. Ребят, я реально считаю, что OnePlus 3T намного интереснее, нежели он. И если бы я выбирал смартфон, я бы лучше добавил денег и купил себе OnePlus 3T. Но когда на этот девайс появится стабильный кастом, я думаю, что многие на него обратят внимание. Именно из-за дизайна. И вы это поймете только, когда будете в реальности держать этот смартфон. Допустим, Huawei Mate 9 Pro, либо же OnePlus 3T, либо же любой другой смартфон с диагональю дисплея 5,5 дюймов. Поверьте мне, ZOOC Edge на их фоне смотрится действительно интересно. Это не шлак. Где купить новинку по актуальной цене, хотя на момент записи этого видео вот таких вот продавцов нет, я оставлю ссылки в описании под видео. Думаю, что когда-то они появятся. Не забывайте экономить на своих покупках. Не будьте дураками. Инструкции я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал, если вы хотите и в дальнейшем видеть подобные обзоры, различные распаковки, новости, ну, в общем, все то, что касается китайской электроники. Добавляйтесь в наш паблик ВКонтакте и заходите на наш сайт androidnews.com. Жду от вас множество лайков. Ну, а с вами был, как всегда, я Андрей Ковтун. Да пребудет с вами Android. И подписывайтесь на мой инстаграм. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok